вот и день 2 привет привет хвалю тебя за твою настойчивость и что большинство людей решаются начать новую жизнь понедельника а во вторник просто продолжать старую поэтому ты особенный и точно найдешь до конца а сегодня мы отвечаем на вопрос кто я такой вообще этот вопрос мучает всех в таком возрасте меня он очень сильно мучил до сих пор мучает это отличный вопрос нельзя на него ответить один раз и на всю жизнь и очень полезно на него отвечать периодически пересматривать своего восприятия себя и понимание мира этим мы сегодня и займемся кто я такой что мне интересно и лучше вуз поступить стоит ли мне остаться в моем регионе поехать в москву или вообще уехать за рубеж все эти вопросы постоянно себе задаем в десятом в одиннадцатом классе и уверен сегодня на многие вопросы ты найдешь ответ или по крайней мере способ того как найти этот ответ ну что же начинаем поехали недостаток многих систем образования в том что предоставляется задание разным типом людей и это задание например требует решить техническую задачу человеку кто хорошо проявляет себя в искусстве в литературе и математику кто такую задачу хорошо решит конечно же математик сожалению это система образования пришла к нам из индустриальной эпохи когда необходимо было стандартизировать образование и выпускать как можно большее количество специалистов сегодня же такая система не совсем работает и это нужно понимать можно задаваться вопросом философствовать можно медитировать и ожидать озарение ответ придется выше можно обратиться к научным подходом психологическим тестом которые работают и сегодня мы как раз таки попробуем определить тип я предлагаю тебе пройти отличный тест определение типа личности для начала что такое тип личность верен ты слышал про экстраверта и интроверта придумал эту теорию карл юнг экстраверты те кто старается больше социуме вне общаются оптимистичные позитивные все кто старается быть в обществе интроверты те кто предпочитают проводить время наедине с собой на самом деле не бывает такого что человек поддерживается только одно и тип одного типа поведения он может быть x экстравертом и интровертом но позже эту теорию модифицировал другой другой психолог брикс и создала тест mbti на определение 16 типов личности до гораздо больше выбор и вот как раз таки и этот тест мы тебе и предлагаем пройти я его сам тоже лично проходил у меня тип личности командир на всех моих друзьях этот тест отлично сработал и все удивлялись насколько точно он передает действительность и что они узнавали себе что-то новое вот и ты его вместе с нами пройди и поделись своим результатом в сообществе ссылка будет в тексте описание видео и как только ты его пройдешь делай скриншоты ким сообщества веришь ты найдешь очень много разных типов личности с которыми можно сравнить свои результаты или потом позже сформировать группу теперь когда ты знаешь свою роль это знание можно использовать при подготовке к экзаменам допустим тебя личность командира командиру нужно кем-то командовать или у тебя личность которая больше предрасположена к помощи другим и для этого будет отличным вариантом если ты будешь помогать другим готовиться к экзаменам и они тебе тоже будут помогать действует вы сильные стороны используя это знание стратегии подготовки экзамен ты узнал свой тип личности сделал выводы как готовится экзаменам что дальше пьем воду и продолжаем отлично хороших школах есть такой сотрудник которого могут называть психолог коуч карьерный консультант американских школах практически в каждой школе есть этот сотрудник его зовут guidance counselor чем он занимается в американских школах он консультирует выпускников по поводу возможностей предоставляют различные университет если у вас есть талант в спорте либо в музыке либо в искусстве он старается подобрать подходящий вариант и намечает траекторию вашего развития приглашает на различные ярмарки вакансии ярмарки университетов до в данном случае и позволяет спроектировать будущее это очень крутой незаменимый сотрудник но если такого человека вашей школе нет ничего страшного можно пройти в первую очередь сам анализ поговорить с доверенным лицом и пройти через воронку что это такое воронка сегодня мы тоже это разберем это поможет вам самостоятельно разработать свою цель и наметить первые шаги вот делюсь с тобой инструментом под названием воронка очень почему воронка смотрите картинку поскольку мы начинаем с самого верха с крупного абстрактного вопроса и затем сужаемся до конкретных шагов эту воронку можно использовать как я уже сказал самостоятельно прописывая ответы на вопросы можно и лучше использовать вместе с доверенным лицом это либо твой друг либо преподаватель которому ты доверяешь либо твои родители либо другое доверенное лицо которое ты можешь выбрать брат например воронка начинается с вопроса что что будет моей целью например поступить в вуз либо сдать определенные экзамены либо исследовать возможности и выбрать направление по которому стоит развиваться я не советую тебе выбирать одну конкретную профессию и надеяться именно этим человеком я стану выбери направление вместо того чтобы сказать что буду программистом в области проектирования игр я скажу что я буду айти специалистом а уже позже и поймешь какая тебе именно область айти нравится более продуктивный подход итак мы отвечаем на вопрос что что будет моей целью самый большой абстрактный вопрос дальше мы сужаемся и переходим к следующему вопросу и это вопрос почему почему эта цель как важно для меня это стадия исследования мы исследуем нашу цель и проверяем ее действительно такая важная если вы не смогли ответить на этот вопрос почему этот и некоторые важные для меня возможно стоит вернуться обратно к первой стадии и поставить себе другую очень важно ответить на вопрос почему почему цель так важно третий вопрос это как стадия вариантов здесь мы уже рассматриваем шаги по достижению той цели что вы наметили на первом этапе четвертый вопрос как именно как именно вы будете совершать каждый шаг то есть мы еще больше сужаемся и разговариваем о конкретные шаги по достижению каждого этапа и принимаем решение самое важное стадия принятия решений пятый вопрос что дальше здесь мы говорим о двух-трех неделях которые следуют после процесса проработки цели что мы предпринимаем в эти первые две-три недели самые важные недели поскольку то как ты начнешь задаст курс и полуспеха обеспечить поэтому подумай что я могу уже начать делать сегодня может быть две-три минуты потратить на это но уже сделать шаг по достижению к этой цели шестой вопрос то стадия поддержки задай себе вопрос кто мне может помочь на этом нелегком пути может быть это твой друг может быть родители может быть преподаватель обязательно нужна поддержка люди вообще существа социальные это у нас в генах и мы не можем жить без социума и выполнять большинство своих целей мы чувствуем упадок силу если у нас стадия одиночества и часто мы уговариваем себя что нет мне не поймут да это мои собственные мысли или наоборот мы считаем себя слишком крутыми чтобы поделиться этими мыслями на самом деле это все лишнее доверьтесь своему другу или родителям и заручитесь его поддержкой поделитесь с ним этой целью а еще лучше как я сказал вначале проведите этот процесс вместе с ним от начала до конца задавая вопросы поочередно можно добавить бонусный 7 вопрос все ли в порядке когда его задавать его нужно задавать после завершения каждой стадии цели если у вас что-то не получается нет смысла продолжать и думать что этот план на сто процентов работы просто я ленивый нет ты не ленивый система не так как мы уже говорили на в первом не быстро и другую систему попробуй другие приемы скорректируй свои цели и именно это даст тебе заряд мотивации и позволит тебе изменить траекторию не нужно идти на пролом и пытаться делать то что у тебя не получается да иногда стоит проявить настойчивость но и очень важно задавать себе периодический вопрос соли в порядке что я могу исправить да то есть такой процесс пересмотра каждой стадии достижения цели вот и все по воронке еще раз повторю проведи этот процесс сначала с собой самостоятельно пропиши каждый вопрос во всех подробностях тебе понадобится много бумаги и ручки лучше это делать от руки поскольку креативный процесс будет лучше работать и после того как ты проработал цель самостоятельно пригласи своего друга или доверенное лицо кому-то доверишься кто тебе поможет достижение цели а может быть и ты поможешь ему в том же самым и уже поговорите как коуч с клиентом старайтесь когда вы задаете вопросы не добавлять своего мнения то есть вы как коуч просто перефразируйте уточняете и приводите самого человека к решению чтобы не вы за него приняли решение дали ему готовый вариант а он сам принял решение на основе ваших вопросов вот этих семи вопросов которые вам предоставил кстати можете поставить это видео на паузу есть ли жизнь после школы кто-то ждет окончания школы с предвкушением да наконец-то будет свобода кто-то ждет окончание этого периода с ужасом переезд новая среда справлюсь ли я на самом деле истины где-то посередине как всегда просто вместе делаем глубокий вдох и глубокий выдох давайте разбираться если ты уже смог ответить на столько вопросов прописать все это то уверен я получится и провести пошаговый процесс профориентации выбора вуза который мы сейчас тебе предложим и так начнем шаг 1 пройти тип личности и узнать кто ты такой шаг 2 поставить долгосрочные и краткосрочные цели по воронке коучинг шаг 3 изучи атлас профессий который мы тебе предоставим как бонус в тексте описание и посмотрели какие профессии будущего тебе могли бы быть интерес не выбирая одну профессию любви выбери например 5 могли потенциально бы быть тебе интересными и приносить тебе заработок и удовольствие шаг 4 сделай список вузов где обучают этим профессиям ставь планку выше не стесняйся сначала начни с вузов мирового уровня затем посмотри вузы в нашей стране столице и закончи вузами твоего региона но не стесняйся ставить высокую планку шаг 5 после того как ты найдешь несколько вузов лично будет посмотреть условия приема на те специальности которые тебе нужны вот эта часть вот этот шаг самый объемный это целое исследование но зато когда ты проделаешь это исследование в конце у тебя будет такая папка досье на каждый вуз и ты более четко по полочкам будешь представлять к чему тебе стремиться и на что надеяться и наконец шаг 6 выбери те вузы и вузы с теми требованиями которые тебе по зубам и по мечтам то есть если ты мечтаешь учиться за рубежом у тебя есть интересы определенной стране холь и лилей эту мечту и она будет очень мощным драйвером и мотиватором для тебя и это очень сильно изменит подход к подготовке и эффективность твоей подготовки на это задание из шести шагов потребуется как минимум одна неделя не торопись лучше постепенно и медленно все изучать но и не затягивает до одно время времени так много если вы уже на финишный прямой и как только ты закончил этот проект поделись результатами своим доверенным лицом либо с нашим сообществом уверен что многое ты еще узнаешь от нас но и ни в коем случае не позволяя кому-то загибать по мечту втаптывать ее в грязь обязательно стремись к тому что ты наметил и у тебя все получится ну вот и подошел к концу день номер два мы сегодня узнали кто ты такой прошли тип личности узнали про воронку коучинга и узнали про шаги по нахождению вуза мечты делись сообществом еще раз я призываю делать и не не забывай выполнять задание этот квест без заданий конечно очень интересен но именно задание и твой вклад в этот процесс приносит наибольший результат и дает больший эффект а я прощаюсь с вами до завтра увидимся на дне номер три мы уже подготовили наш болит мы отдохнули научились дыханию попили достаточно воды и наконец-то мы готовы к выходу на трассу завтра будем обсуждать таксику и стратегию подготовки к экзаменам наши первые конкретные шаги увидимся завтра и удачной подготовки пока пока а и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»